Здарова! Эй, отрибуарно! У маразма вышел новый ролик, называется «Воры в школе», коротко и лаконично. Я когда в школе учился, именно в самом начале воров не было, по крайней мере, я не помню, чтобы кто-то что-то у кого-то воровал. Когда перешел в девятый класс, у меня сперли телефон, и потом пошло-поехало. У многих телефоны начали спирать, спирали даже, как я говорил, наш классный журнал, правда, чувак его просто потом сжег. И что-то еще спирали, короче, воры появились, и это на самом деле не очень приятная фигня, особенно, когда у тебя телефон спирает, вообще не круто. Так что давайте посмотрим, интересно, что скажет маразм, и вот интересно, сейчас воров стало гораздо больше или наоборот поменьше. Хотелось бы тоже узнать об этом. Короче, погнали смотреть! В этом видео хочу поговорить про малолетних воришек. Давай! Мне на самом деле уже многие просили снять ролик на такую тему, поэтому это очередное видео с историями из жизни. На самом деле в мои школьные годы было очень много случаев, когда малолетки воровали что-то друг у друга. Начиная от конфет в столовой, продолжая деньгами в раздевалках и заканчивая все какой-то техникой по типу мобильных телефонов. Кстати, в тему о мобилах. Вы, наверное, помните, что недавно... Рекламка, я так понял, что ли, да? Да, давайте немножечко мотнем. Так. О, до сих пор реклама Е-каталога есть, что думал, она уже пропала давно. Откнетесь на мошенников. Ну, а мы с вами продолжаем. Первая история, которую я хочу вам рассказать, произошла со мной еще, когда я учился в пятом классе. На тот момент у нас еще... Капец, я абсолютно не помню, что я ел на завтрак, а он помнит, что было в пятом классе. Как так? Расскажите мне, пожалуйста, как можно развить свою память. Не было всяких планшетов, андроид-смартфонов, об айфонах-то и подавно никто мечтать не мог. И самые популярные игрушки среди школьников. А сколько ему лет было, интересно? В то время была PSP. Даже те, кто родились в 2010 году, я уверен, по-любому хоть раз слышали, что это такое. Ну, у меня ни разу не было, но, естественно, я знаю, что такое... PSP на тот момент времени была довольно дорогой. Стоила она тысяч так десять, а в те времена это была довольно приличная сумма. Блин, купить что ли PSP себе? Что-то мне прям так захотелось. Она сейчас стоит, наверное, тысячи три-четыре, может, пять максимум. И поэтому школьники очень её берегли, потому что понимали, что новую им родители не купят. Естественно. И вот у PSP была одна очень проблемная деталь. Это задняя крышка, под которой находилась батарейка. Да. И если ты, не дай бог, эту крышку сломал, а сломать её было очень легко, достаточно было просто хоть раз уронить PSP, то в случае, если крышка ненадёжно крепилась к корпусу консоли, то батарейка постоянно отпадала от контактов. Из-за этого, понятное дело, конс... Вообще, да, согласен, это проблемная часть. У меня даже есть просто консоль с Sega Dreamcast, старенькая такая. И там сломалась какая-то маленькая шляпа на крышке. И всё, у меня, короче, перестали диски крутиться нормально. И за одной писюльки, камон! А здесь крышка если сломается, всё, хана тоже. Соль вырубалась. И такое могу произойти в самый неожиданный момент. То есть ты играешь в GTA Vice City Stories, и прям посередине миссии пиха у тебя вырубается. И вот вот... Если была бы ещё миссия про вертолётик, я думаю, там человек бы просто обосрался от злости. Но у пацана на PSP также треснула крышка. А как бы вам это объяснить? В то время не так просто было найти запчасти от чего-либо. В крупных магазинах по типу МВидео или Эльдорадо запчасти не продавались. А если отдавать туда PSP в ремонт, там стоило это довольно дорого. Поэтому... Ну, не знаю насчёт, типа, не найти запчасти. Вот у меня когда тоже Sega Dreamcast ломалась, у меня ломался там этот... Дисковод, привод. И, короче, я не помню, как называется. И именно там штука одна в нём. Просто спокойно отдавали в простую мастерскую, там, любую. Её чинили без проблем и стоило, в принципе, недорого. Но это, может быть, из-за того, что это Sega, а здесь, типа, PSP. Запчасти зачастую искали на рынках. Да и там их, кстати, было найти довольно тяжело. Потому что у продавцов на точках зачастую были сами PSP. Причём рабочие, они не продавались на запчасти. Тогда ещё не было никаких Авито. Вторичный рынок, это был в прямом смысле рынок. Ну и вот этот пацан в нашем классе решил, что если у него сломалась крышка от PSP, это значит, что её нужно втихую спиздить у кого-то из своих одноклассников. И вот и козёл. Как бы знаешь, если ты вор, то ты можешь быть умным вором, либо тупым. Если бы он тогда поступил по-умному, он бы мог никому из своих одноклассников не сказать о том, что... А, да, он поделился своими планами, слушай. Надо у кого-нибудь спиздить крышку от PSP. Но я надеюсь, ты никому не скажешь, да? Не-е-е, никому. Не сломалась крышка. А просто бы с кем-нибудь тихую эти крышки подменить. Но нет же, он оказался максимально тупым, и в итоге прокололся на такой очевидной херне, которую только дурак не заметит. Он сначала всем пацанам рассказал о том, что крышка у него сломалась. А потом спёр, наверное, у человека, которому рассказал. В итоге один раз мы возвращаемся с перемены. Один пацан достаёт из портфеля свой PSP, и видит, что крышки у него нету. Он тут же подумал на того пацана, подошёл к нему, и говорит, мол, покажи свой PSP. Тот показывает и говорит, ну вот у меня типа моя крышка сломанная. Тот говорит, ну ладно, верю. И что вы думаете, на следующий день тот пацанчик приходит с новой крышкой. Долбоёбый. Я имею в виду тот, у которого она была сломанная. Тот пацан, у которого крышку украли, тут же это заметил. К этому пацану подошёл и спрашивает у него, Слушай, а откуда у тебя новая крышка от PSP? Тут ему отвечают, ну вот у меня вчера брат на рынок ездил, он мне там новую купил. Второй пацан ему говорит, ну-ка покажи свой PSP. И тут просто представьте, на чём этот придурок прокололся. Сама PSP у него по цвету была чисто чёрной, а крышка была такой сероватой, выцветшей. Второй пацан берёт свой PSP без крышки, сравнивает цвет, и у того пацана, у которого эту крышку украли, PSP как раз была такой сероватой. Совпадение? Не думаю. Это выцветшего цвета. Он ему говорит, ах ты ж крыса. Тут тут же начало отнекиваться. Не-не-не-не-не-не-не, это всё совпадение. Не-не-не-не-не-не, ты ничего не такаешь, пошёл на. Говорит, да нет, это мне брат вчера купил новую на рынке. Да-да-да. А там он такой, да, серьёзно? На следующий день после того, как у меня спиздили крышку, тут мы все поняли, какой же он крыса, одновременный идиот. Я не знаю, дебил, мог бы хоть две недели подождать, чтобы с этой крышкой в школу пойти. Согласен. Я не знаю, просто никому о своей сломанной крышке не рассказывать. Затем найти какого-нибудь пацана, у которого PSP такого же цвета, как у него, то есть такого глянцево-чёрного, невыцветшего, и просто втихуе эти крышки подменить. То есть себе забрать его нормальную крышку, а ему поставить свою сломанную. Чтобы тот думал, что это он сам себе крышку сломал. Чтобы вы понимали, я, конечно, такие действия осуждаю, но если ты что-то делаешь в крысу, делай это хотя бы по-умному. Следующий... Согласен полностью, вот дурачок. Нихуя себе так дорого. У нас такая пицца стоила рублей 12, наверное. Я сейчас покупаю пиццу в два раза больше. В соседней булочной за 20... 25 либо 30 рублей. Но она вот такая вот, вкусненькая. Вот такая херня у нас явно стоила дешевле. Она жала на противне рядом с прилавком, где лежали шоколадки. И вот этот чувак в час пик в столовой, когда буфетчица была отвлечена на ребят, воровал пиццу с этого противня. И тут, как обычно, всегда всё начинается с малого. Сначала воровал по одной пицце, и, разумеется, этого никто не замечал. И ещё просил двух-трех пацанов его прикрыть. То есть, чтобы они стояли сзади него, и чтобы никто этого не видел. Прикольно, да? Он просит пацанов его прикрыть, сам пиздит себе пиццу, жрёт её, и никому не делится, скорее всего, да? Ну, мразота. А потом, как это бывает со всеми людьми, кто ступил на кривую дорожку, обрёл уверенность в себе и начал воровать по-крупному. И в итоге он начал разово выносить по пять пицц с этого противня. Буфетчица, разумеется, это заметила, и в итоге один раз подговорила дежурных по столовой, чтобы те внимательно за этим противнем следили. В итоге этот пацан, как обычно, зашёл в столовую, схватил пять пицц, и уже направлялся к выходу, и тот дежурный старшеклассники его задержали. Ну всё, хана тебе, пиздюка. Он сначала им пытался доказывать, что он нихрена их не украл, что это его пацаны вообще угостили, а разошёл в столовую через три минуты и вышел оттуда с пятью пиццами. Ну, пацаны угостили. Я тут местный вор в законе, мне всей школой дань платят. Потом это был вообще пиздец. Его отвели к директору, потом вызвали родителей в школу. На нескольких последующих уроках он вообще не появлялся. Почему? В итоге пришёл вообще весь заплаканный. Скорее всего, знатно ему так всыпали. Да естественно, блин. Потом следующая история произошла с одним пацаном, который учился на класс старше нашего. Этот класс был вообще одним из самых отбитых в школе, которому учились самые такие отпитые бодваны. И вот у них в классе... У нас тоже таких было несколько, наверное, классов. ...очкастый пацан, которого постоянно все булили. И вот один раз он спалился на том, как врывал деньги в раздевалке. Делал он это, как потом узнали следующим образом. Он во время перемены приходил в раздевалку, брал с вешалки свою куртку, свою куртку он держал в одной руке, а другой рукой он лазил по карманам в куртках своих одноклассников. Нихуя себе, блять. И вот пацаны стали замечать, что довольно часто у них из курток пропадают деньги. А тут пацаны... А нахрена они вообще в куртках деньги оставляли в раздевалке? Ну, вы совсем тупые. ...который эти деньги воровал, вообще был из бедной семьи, и он каким-то странным образом зачастил буфет. Причем покупал он в этом буфете кучу шоколадок, всяких пицц и прочего. Пацаны это заметили? Мда... Капец. ...один раз в тихую решили за ним проследить. Но, правда, сделали это по-умному. Те пацаны тогда были в седьмом классе, и они тогда подкупили за шоколадку одного школьника из четвертого класса, чтобы тот на перемене следил за этим пацаном. Потому что, ну, если бы за ним начали следить пацаны из его класса, он бы уже насторожился и что-то просек. Согласен. А как бы пиздюк из четвертого класса не вызывал никаких подозрений. Его, значит, кто... Не, ну, на самом деле, если бы чувак за тобой постоянно следил, без разницы, там, пиздюк, не пиздюк, все равно как-то можно было бы додуматься, типа, какого хрена? Пацан направился в раздевалку за очередным ловом, четвероклассник, разумеется, пошел за ним, а все пацаны спрятались за углом. Его, значит, когда тот начал лазить по чужим курткам, четвероклассник пиздюк махнул рукой, и пацаны тут же к нему подбежали и начали спрашивать. Ну и, собственно говоря, какой хера ты тут делаешь? Он тут же начал отнекиваться и говорит, пацаны, да я вот из своей куртки хочу деньги достать. Ага, ага, да-да-да, верим-верим. И в руке у него, разумеется, была своя куртка. Те подзывают этого четвероклассника, и тот говорит, что он видел, как он лазил по чужим курткам. Тот начал опять отнекиваться и говорит, да что вы меня подставить, что ли, решили? Ему говорят, выворачивай карманы. Он говорит, зачем? В итоге его насильно, короче, заставили карманы вывернуть. И там оказались деньги. Они спросили у этого школьника, в какой куртке он лазил. Тот им сказал, вот в той красной. В итоге хозяин этой красной куртки лезет в свои карманы, и денег он там не обнаруживает. Ну, блин, естественно. В итоге я не буду рассказывать, что с этим пацаном было дальше. Ну, я представляю и думаю, вы тоже. Потому что правила Ютуба это не пропустят. Ну, а я вам скажу вкратце, что досталось ему знатно. И впредь у нас в школах повесили камеры. Эта ситуация... А, чё, серьёзно? Из-за того, что какой-то один дурачок воровал деньги, сразу в школе повесили камеры? Чё-то не верю я в это, ну да ладно. Нашла до учителей. И больше у нас, понятное дело, в раздевалках никто не воровал. Потому что такого человека отследить по камерам было бы очень легко. Так как камеры были направлены в каждую раздевалку. И мне кажется, пора бы уже этот ролик заканчивать. В общем, что тут хочу сказать по итогу? Нехуй воровать, блядь, придурок! Вы, наверное, ждёте сейчас от меня каких-то отеческих норовоучений о том, что воровать это плохо. Ну, на самом деле, я так и думал. Нет, такого не будет. Я хочу уже наконец-то избавиться от репутации учителя очевидных вещей для ш... Сука. Ну, это серьёзно, очевидные вещи. Просто некоторые люди даже этого нихрена не понимают. Кольников, то, что воровать это плохо, это абсолютно очевидная вещь. От того, что я её скажу, не поменяется ровным счётом ничего. Ну, вообще-то, наверное, может быть, для некоторых поменяется, потому что какие-то люди это понимают. Вот если им кто-то скажет, тот, кого они уважают, например, они такие, блядь, а правда же, наверное, всё-таки, может, хватит? У кого нет совести и моральных принципов, тот пойдёт и будет воровать. И такого учить это, что мёртвого лечить. Ну, просто для всех скажу, что любой воришка рано или поздно спалится. Согласен. Потому что если человек украл что-то один раз, он захочет украсть во второй раз. Согласен. А дальше он уже обретёт уверенность в своих силах. И в следующие разы будет воровать уже не так осторожно. И в итоге на чём-нибудь, да и проколится. И ещё ему очень повезёт, если это будет мелкая кража по административке. Что ж, а на этом у меня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольца, чтобы не пропустить мои следующие... Колокольца. Видос получился классный. Я и поржал немного, и поностальгировал, поностальгировал над плохим, да, как телефоном мне спёрли. Понимая то, что такое часто происходило раньше, вот сейчас, честно, не знаю, но, скорее всего, тоже. И почему-то, мне кажется, даже гораздо больше. Хотя, вроде бы, как бы, времена совсем другие. Должно быть это как-то уходить куда-то. Но почему-то, мне всё равно кажется, до сих пор кто-нибудь, где-нибудь, да всё-таки в школе ворует. Короче, видос хороший. Лайкосик я поставил. Вам, если понравилась... Понравилась. Понравилась моя реакция. Лайк, подписка, колокольца тоже, да. Ну и комментарии не забудьте оставить. Ещё интересные ссылки в описании. С вами был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok